И поэтому отсюда же говорит шейх, как сказал Всевышний Аллах в аяте, и поэтому является, то есть Аллах сам себя обязал помочь верующим, дать поддержку верующим. Нет никого, братья, кто обяжет чем-то Аллах, но Аллах милости вы, братья. Аллах из милости своей обязывает себя сделать что-то для верующих. Хорошо, в то время как мы ему, братья, не нужны. Валлах, тысячу лет не нужны Аллаху. Создал нас ради нас же самих. Создал нас для того, чтобы мы хорошо наслаждались в раю. Ты создан для того, чтобы наслаждаться в раю. Вот для чего тебя создал Всевышний Аллах, субханаху, ва-та-али. После того, как ты будешь поклоняться одному только Ему. И говорит, шейх азир айтуль карима тубайину аналлахата ахадалиль муменина бинь насри аля адайм. То есть Аллах, субханахар, в этом аяте хорошо поклялся, или же взялся, обязался хорошо помочь верующим против неверующих. Валей яджи аляллаху лиль кафирина алиль муменина сабили. Аллах, субханахар, и никогда не будет так, что Аллах, субханахар, даст, как говорится, неверующим вверх над верующим. Не будет такого. Будет где-то определенным, то есть, как говорится, проиграли битву, но не проиграли войну. То есть всегда будет где-то испытание. Испытать, да, ты будешь испытан. Хорошо, то есть Аллах, субханахар, неужели вы думаете, что вы будете оставлены просто за то, что вы скажете и не будете испытаны, подобно тому, как были испытаны те, кто был до вас. Также Аллах в другом аяте говорит, что непременно вы будете испытаны, чтобы Аллах знал из вас, кто действительно хорошо усердствуется, кто джигат со своей душой делает, кто действительно, то есть мусульмане настоящие, а кто просто как бы говорит. Есть такие, которые на волоске поклоняются Аллаху. Если у них все хорошо, они единобожники. Как только что-то плохо, оставляют религию. Оставляют как этот свет, так и свет вечный. Все, то есть убегают. Это халяв. И это поклятва или же обещание Аллаху, которое Аллаху непременно выполнит. Ведь Аллах дал поддержку своему посланнику Али-Иссалатца в битве при Бадр. Хорошо, то есть и так же в битве Ахзаб и в других сражениях. И вот смотрите, братья, когда мы говорим, то есть может быть некоторые братья находят в своих сердцах иногда, то есть особенно более горячие наши братья и так далее. Когда ты постоянно говоришь о том, что вот эти вот борцы, которые хорошо, то есть в купальниках, извините за выражение, там друг друга трогают и так далее и тому подобное. Или же двое в трусах бьют друг другу морды. Как они не мужчины, они вот это делают и так далее и тому подобное. Братья Салифы говорили, что мужчина среди нас, кто-то, кто назывался мужчиной, тот, кто Сунну изучал. И смотрите, братья, сколько вещей мы знаем. Кто кого когда победил. Во сколько утра там будет, там бой такого-то, в каком городе будет происходить. И элементарный вопрос, братья, задайте сами себе. Говорит, шейх здесь приводит один из величайших братьев, из величайших открытий Аллаха, подарков Аллаха для этой уммы, это битва при Бадре. Кто знает, когда была битва при Бадре? Второй год похищенный. То есть кто-то знает. Сколько людей не знают. Охуд когда была. Когда была битва Ахзаб. Когда был Сульхудайбия. Хорошо, что такое вообще Сульхудайбия, перемирие худайбийское. Что это такое вообще? Когда была битва, то есть Хандак. Какая разница между Газвату-ль-Хандак и Газвату-ль-Ахзаб, например. Какая разница, или же, то есть когда был, например, Газвату-ль-Хавазин, Газват-Табук, что такое Джейшу-ль-Усра и так далее. Ях и как этого не знать. То есть ты говоришь, брат, ну я откуда знаю? Как не знаешь, Субханаллах? Клянусь Всевышним Аллахом, если я у тебя спрошу, когда была хорошо отечественная война? Каждый знает. Потому что мы там в школе учились, то есть и линейка, и шминейка и так далее была. А почему тебя, Субханаллах, тебе навязали линейку эту, война, которая тебя абсолютно не касается, и ты это знаешь, но ты не знаешь это? Кто-то из вас, может, футбол не любит, но если назвать известных футболистов, каждый знает, кто он, где играет и так далее. Почему? Ну, брат, все это обсуждают. Может, бои тебе не нравятся, но тебе какие-то имена дай, ты знаешь, где, что, с кем побился, кого победил и так далее. Все ты это знаешь. А спросишь, кто такой Абу-Бакр? Как зовут Абу-Бакра? Не знаю я. Кто такой Умар, Усман, Али? Кто такие четыре праведных халифа? Хорошо, Абу-Гурейру как зовут? Абу-Гурейру, каждый хадис почти, который ты читаешь, Абу-Гурейру. Кто такой вообще, когда принял ислам? Почему ты не знаешь, Субханаллах? Ты знаешь про каких-то бойцов, ты знаешь, кто там больше всех медалей на чемпионатах мира или же на олимпиадах и так далее брал? Все ты знаешь. Но не знаешь самых главных людей этой общины, Субханаллах. И после этого, какую ты поддержку хочешь, Субханаллах? Ты чему своих детей учить будешь? Будешь говорить, что вот видишь, вот этот мужик, который в трусах бьется, вот я хочу, чтобы ты такой же мужик был? Или же ты захочешь, чтобы он был как, например, Абу-Тальхал-Ансари. Абу-Тальхал-Ансари, кто знает вообще, как его звали? Абу-Тальхал-Ансари, братья, в битве при Охуде защищал своим телом посланник Аллаха. Своим телом, что такое своим телом, братья? То есть, если стрела прилетит, он говорил пророку, али-ис-отцам, пожалуйста, не выглядывай из-за моего тела. Пусть лучше стрела в меня попадет, а не в тебя. Абу-Тальхал-Ансари говорил, я умру, а ты не умрешь. И этого человека, то есть, он мало что сделал для ислама. То есть, это что-то маленькое даже, это что-то, то есть, это не тот, кто на весь мир победил там какого-то еще там, какого-то там кафера, побил его на ринге и так далее и тому подобное. Это что-то маленькое. Он всего лишь свое тело был готов отдать за сумму пророка, али-ис-отцам, за самого посланника, али-ис-отцам, и был искренен в этом. Тальхабн-Убейди, братья, который сражался настолько, один, братья, выходил против многого количества битвы при Охуд, что бился, 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 бился. После этого он, братья, встать не мог, более 70 ранений на нем было. Не мог встать, что даже, братья, когда он бился, мечом, или же точнее копье, копье, когда летело пророка, он его схватил, и ему пальцы оторвало, али-ис-отцам. И он сказал, хасси, хасси на арабском, как мы говорим, ай, то есть больно. И пророк, али-ис-отцам, сказал, ля укульта бисмилляля ля рафаат кальмалайка ваннасу яндурун. Если бы ты сказал бисмилля вместо своего ай, то тогда ангелы бы тебя на всех, на людях бы подняли бы, и люди бы это видели. И говорил про него в других хадисах, если вы хотите увидеть, шахида, который шахид, из числа обитателей рай, который шагает по земле, посмотрите. Натальхабн-Убейди, и так далее. То есть эти истории, почему многие из вас слышат эти истории только сейчас? Чем ты, что ты изучал? Историю мира, историю России, историю этой истории, все ты это знаешь. Ты знаешь какие-то фильмы, последние новинки, все ты это знаешь. Ях, ях, где эти истории, Субхан? Ты какую поддержку хочешь, если ты не знаешь, как получил поддержку тот, кто был до тебя? Ты не знаешь. Ты не знаешь этих братьев-угодников Аллаху, ты ничего о них не знаешь. Это позор, это позор. После этого ты смотришь на себя в зеркало, себя мужчиной называешь, Субхан. Где мужество? Где сунна пророка, алей-салят, алей-салят, алей-салят. Эти люди, братья, мы уважаем их. Уважаем, почему? Потому что они, братья, жизни отдали за сунну посланника, алей-салят, алей-салят. Где мы, братья, от них? И после этого каждый думает, что я там любому морду набью, поэтому я мужик, я, ауха, и в Аллах, и не мужик, ты, Субхан. И никакой пользы от тебя сунни нет, брать. Ты, если бы был во время посланника, алей-салят, алей-салят, а здесь у нас огромный вопрос, с кем бы ты был? С Абу-Джалием, которого брать со свой киборь, я любого там побью, порву, сделаю, повалю и так далее? Или же ты был с посланником Аллаха, который приходит к нему бедуин и вот так грубо тянет его за рубашку и говорит, Мухаммад, дай мне садака, у меня денег нет. И братья, алей-салят, улыбается. Кто-нибудь сейчас из вас, билляй, вот просто подойдет к вам какой-нибудь бедняк в вашем народе, подойдет и тебя у мечети грубо дернет и скажет тебе, дай деньги, у меня денег нет, у меня семье кушать нет. Ты ему что дашь? Ты ему деньги или право ему дашь? Так же? Никогда, то есть ты не получишь, он тебе ни копейки скажет, иди-ка ты сюда, давай сейчас мы тебе такие деньги тебе устрою, так же? Я и вот этот, иди сюда. А посланник Алеса улыбнулся, сказал, дайте ему кого есть. Так же? То есть это было, и смотрите, братья, то есть много раз мы братьям, я приводил такой пример, и это очень, то есть в Аллаху алим, в очищении братья душ, особенно братьям многим из тех, кто здесь сидят, которые знают, с каких они республик, у нас это братья в 10 раз труднее нам это дается. И поэтому ученые говорят, что тот человек, который воспитан на одном, или же вот он, известно, что он такой жесткий и так далее, ему проявление мягкости намного больше награды, чем тот, кто изначально был создан мягким и так далее. Поэтому, брат, это очень важно. Валлахи, братья, говорю это вам, потому что я знаю, как это трудно дается мне самому. Это очень важно. И поэтому посмотри каждый раз, когда ты думаешь, что ты терпила, когда ты, как говорят, то есть в простонародье, там, схавал, съел, сделал и так далее и тому подобное. Представь себя, когда тебе, ты рассказываешь кому-то, что было так, то так, и тебе говорят, и что ты ему по морде не дал. Ты просто скажи этому человеку, смотри, сейчас до тебя дойдет хадис посланника Алиса Алятсам, что он был на моем положении, и кто-то ему сказал грубо, и он дал по морде ему, как зарядил. Ты когда будешь читать этот хадис, как ты будешь на посланника Алиса Алятсам свое смотреть? Скажешь, мошел, а вот это так и должно быть? Или же ты, наоборот, уважаешь своего и любишь своего посланника Алиса Алятсам, что такая тяжелая ситуация, никто бы так не сделал, но пророк Алиса Алятсам, что улыбнулся и садаха этому дал, этому промолчал, здесь еще где-то стерпел и так далее, и ты считаешь, мошел, а вот это посланник. Так же? Так или не так? У всех, братья, в сердце переливается уважением. Никогда, братья, даже самые жесткие из мусульман, иншаллах, когда читают эти хадисы, никто не думает, как вот здесь можно так было? Так же? Когда вы читаете Суль-Худайбе, каждый, когда читает, как говорил Умар и как говорил Абу-Баккар и посланник Алиса Алятсам, кого больше в сердце куда склонится, говорят, мошел, а как стерпели, как сказали. Умар, когда говорил, лиману атыд-даниэта фидина, почему мы в нашей религии унижаться должны? Или посланник Алиса Алятсам, который сказал, что я, говорит, пророк Аллаха, и я буду делать то, что мне велит Аллах. Согласись, вот это тебе намного приятнее по сердцу. Так же? Хотя мы делаем что? Мы делаем совсем наоборот, Субхаллах. Поэтому, братья, это очень и очень важно. И если ты хочешь поддержку от Аллаха, она будет только таким образом. Тебе не будет она под твоим бицепсом дана. Ты, брат, Субхаллах, всего лишь причина. Поэтому у нас из тополноты того, как кулеет, упование на Всевышнего Аллаха, это когда ты совершаешь причины, полностью будучи убежденным, что результат от Всевышнего Аллаха. Сколько людей занимается бизнесом, но сколько из них, то есть у них бизнес идет хорошо, то есть в гору. Хотя они примерно одно и то же дело. Так же? Этот кафе открывает, и этот рядом кафе открывает. Почему этот через месяц закрывается, а у этого все отлично идет? Аллах, Субханлах, так это Аллах, Субханлах, дает так же. Хотя и у этого, и у этого вкусно. Быть может, примерно одни и те же повара в одних и тех же местах учились, так или не так. Почему на те же тренировки и так далее, одни и те же люди, другие один, Машаллах, стает горой, а другой, как был, хорошо, то есть его там все гоняли, так он и остался им. Почему? Почему в школе один учитель рассказывает одну и ту же тему всем людям? И кто-то понимает, и оценки хорошие получает, другой же не понимает. И почему? Аллах, Субханлах, даже тот, кто старается, не всегда живут, то есть от твоих стараний ты получаешь, заучиваешь и так далее. Валлах, Субханлах, поэтому братья эти вещи, то есть должна быть полнота упования на Аллах, Субханлах, и нужно брать путь тех, кто был до нас. Валлахи, братья, человеку должно. Не стыдно то, что ты сейчас не можешь ответить на эти вопросы, но стыдно будет, если ты потом не приложишь ничего, чтобы изучить эти вопросы. Чтобы знать историю свою, то есть тебе придает кафир просто, и скажет, ты мусульмане, ты скажешь, да, расскажи мне об исламе, что такое ислам. Согласитесь, братья, сегодня большая часть людей не сможет ответить на этот вопрос. Ты не сможешь четко разъяснить, подобно тому, как если я про твое ремесло, человек кафе, у человека там шинами занимается, или еще, я у тебя спрошу, у меня, например, такой-то джип, у него полный привод и так далее, и тому подобное, примерно мне какие колеса нужны. Человек, который занимается, согласитесь, даже не задумай, скажешь, у тебя либо столько-то, настолько-то, такие-то, либо эти-эти-эти. Если в таком городе, тебе лучше взять вот такие-то, вот эти японские будут тебе лучше, там, нет, там не так тепло, поэтому корейские можно там и так далее. Согласись, и он не задумываясь тебе будет выдавать эту информацию, человек логистикой занимается, и ты ему скажешь, мне примерно нужна фура оттуда-туда-туда там и так далее, он тебе и цену скажет, и какую лучше фуру, для какого, то есть тебе нужна морозильная камера, не нужна. Вот так тебе будет выдавать, так же, как приводил вам Ринат пример, то есть аят. Большинство людей не знает, знают какие-то явные вещи из Дуния. Ученые, муфассиры, как Хасн-аль-Баср и другие, сказали, что некоторые из них, если ты ему динар золотой положишь на палец, он тебе точностью грамма скажет, сколько он, настолько он торговлю ведет, что он знает точно, сколько он весит. Но, говорит, спросишь его элементарные вопросы в религии, он ничего не знает, как Баран Субханов. И поэтому позор, брат, если ты не можешь ответить ничего о своей религии. Если я тебя спрошу с толпы ислама, с толпы имана, разъясни мне сейчас. Если кто-то сможет их полностью назвать без запинки, это уже мы радуемся. А если ты начнешь спрашивать, хорошо, вера в ангелов, что такое вера в ангелов? Яхань, не может быть, ты не должен быть студентом, ученым, чтобы ты знал эти вопросы, ты должен быть мусульманом. То есть, если ты хочешь, чтобы мы тебя называли мусульмане, не сомневались, как некоторые братья, верующие ты или не верующие, особенно, они в первую очередь западают, потому что они вообще не изучают свою религию. Они изучают, кто кафир, кто не кафир. Но они изучают абсолютно религию Аллаху Субхандуль. Если ты не можешь ответить на эти вопросы сейчас, братья, всегда я говорю, пример привожу. Вы сейчас на умри, вы сейчас в самом безопасном месте на этом, на белом свете, по милости Аллаху Субхандуль. Все у вас есть, тепло, аль-хамдулля. Наоборот, тепло чересчур было, чтобы брат Джаза Аллахенов, он кондиционер нам включил, чтобы попрохладнее было, чтобы нам было спокойнее, проще и так далее. Ты сейчас, никто не представил тебе хорошо, то есть, ружье там и так далее. Ты в безопасности. Я у тебя спрашиваю эти вопросы, ты не можешь должным образом на них ответить. И сейчас рядом братья у тебя, ты в спокойствии себя чувствуешь так или не так. А что будет, когда ты останешься в темной могиле один? Придут тебе два страшных ангела, и грубо разбудят тебя. Ты умер, ты помнишь свою смерть, ты помнишь, как твою душу хорошо вытянул ангел из твоего тела и так далее. И ты лег в могилу. И сейчас, то есть, ты никого нету рядом с тобой. Твое тело уже начали кушать черви, твое тело уже начали кушать муравьи. Хорошо, и так далее, еще кто там под землей и так далее. И к тебе приходят ангелы, которых ты никогда не видел, таких существ в принципе не видел. Ты вот сейчас их увидел. И они черные-черные, как Аллах, посланник Аллах сказал, ас-сувадани аз-ракан. То есть, черные-черные-черные. Чернее них не видел ты никогда. Страшные. Они не разбудят тебя, эй, просыпайся. Они тебя грубо разбудят. Что ты испугаешься, увидишь их. И они тебе скажут, манраббук, кто твой Господь? Что ты им скажешь? Если ты сегодня говоришь, а-а-а-а, знаешь, что ты там скажешь, что? Ха-ха, ля адри, как сказал посланник Аллах, а-а-а, я не знаю. Я слышал, как люди говорили что-то, и я говорил за ними. Ты не знаешь сегодня, Сабханхан. Я, ах, и это должно быть то, с чем ты просыпаешься и засыпаешь, что ты не знаешь ответы на самые важные вопросы своей религии. И потом уже будет вот эта болтовня о том, мужчина, не мужчина, повалил, не повалил, победил, не победил, кафир, не кафир. Тебя потом это будет за... Как только ты поймешь, что Аллаху алим, самый первый кафир, может быть, ты вообще будешь, ничего не знаешь. Вот я говорю, поэтому каждый пусть сам спросит. Не нужно сейчас мне отвечать. Каждый пусть спросит себя. То есть, если сейчас к тебе подойдет неверующий, захочет изучить религия, захочет принять ислам, станешь ли ты тем, кто сможет его призвать к исламу? Сможешь ли ты ему привести какие-то исторические примеры из судна посланника Али Сарацам, из жизни сподвижников? Или же ты максимум, что сможешь, Кутузов, кого победил, ты сможешь сказать, Гитлер, кто такой был, Наполеон, Бонапарт, это все ты знаешь, которые тебе абсолютно не приблизят, тебя к Аллаху не отдалят, всех их знаешь. Почему, что с детства ты учил? А почему не учил это? Потому что в школе не преподавали. То есть, нет, братья, в этих вопросах оправдания. Человек обязан эти вещи знать. Поэтому, братья, опять же, и еще раз повторяю, не должно быть стыдно человеку, который сейчас не может ответить на эти вопросы. Но стыдно, если он и дальше, и дальше не будет знать на эти вопросы и будет спокойно вот так в забвении жить. Вот это, братья, очень опасно. И поддержка придет только тем, братья, верующим, которым, то есть, Аллаху обещал верующим поддержку, но должны быть те верующие, которые заслуживают эту поддержку. Дуа, братья, все взывают к Аллаху. Почему этому Аллаху сразу дает, а к другому? Нет. Поэтому некоторые ученые говорили, что дуа подобна мечу. Меч, братья, самый острый меч. Японец, какой он родился, из самого детства до самой своей смерти, 80 лет прожил и ковал этот меч. Просто Аллаху Акбар, что за меч? И я его ребенку дам. Польза будет от этого меча? Нет. Но будет, когда я хорошему воину дам. Так же, потому у него, может быть, и какой-то тупой меч будет хорошим. Так же, почему, что это воин? Поэтому, как говорят арабы, что меч по руке, то есть, какая рука держит меч, такой будет и меч. Вот это действительно важно. Томан. Поэтому Аллах, субханхаля, посланнику, алис-саратсам дал поддержку. Хорошо, в битве при Бадр, в битве Ахзаб, когда хорошо люди, то есть, вышли, все сообъединились против посланника алис-саратсам, воевали, когда вырвали ров и так далее, защищали, что даже те, кто прикрывали тыло, это иудей, они предали посланника алис-саратсам. «Ва зульзиль вузильзалин шадиды», говорит Аллах, субханхаля, об этом, говорит Сурья Ахзаб, говорит, что людей начало трясти очень сильно, уже все боятся начали. Что делать, субханхаллах? Хорошо, то есть, после этого была оказана Аллаху, Субханхалу тали, поддержка его, сподвижникам против их врагов, потому что они следовали, продолжали следовать этой сунны. И тогда ислам распространился, и все эти страны были открыты, то есть, мусульманские, которые сейчас называются мусульманскими странами. И мусульмане оказали, то есть они победили. Несмотря на то, что с ними случалось, какие бедствия, смерти и так далее, что только не приключалось, в одной только битве при уходу порядка 70 сподвижников умерло. Из великих сподвижников, Абдулла бну Харам, Хамза, Мусаб бну Амэр и так далее, и так далее. То есть сколько их, субханно, было, великих сподвижников умерло. Что даже сподвижники, когда про них рассказывали, рыдали, субханно. Рыдали, говоря о том, что эти люди, они уже, субханно, аллаху алям, заняли свое место. Мы, когда их хоронили, не могли, хорошо, когда в их одежде их хоронили, потому что Шаидову хоронят в их одежде, они настолько бедные были. То есть когда говорит Абдурахман ибн Ауф, когда перед ним была дорогая еда там и так далее, и не стал он ее кушать, не смог просто ее съесть. Рассказывал про Джубейр ибн Мутама или же Мусаба ибн Амэр, одного из них двоих. Что говорит, когда мы накрывали его голову, его из аром, ноги виднелись. Когда накрывали ноги, голова виднелась. Не хваталось, он ничего, говорит, уберите эту еду. Не смогу, говорит, ее кушать. Субханно. Томан. И поэтому, то есть итог был за кем? За верующими рабами, которые были правдивы с Аллахом, в своем единобожии, в своей вере и так далее. И тому подобное. И то, что они поклонялись одному только Аллаху, взывали только к Нему. То есть когда у них было все хорошо и когда все, то есть они были в каком-то трудном положении, взывали только к Аллаху, субханнаху ва Та'але. И поэтому Куран, то есть Аллах, субханнаху ва Та'але, рассказывает нам историю битвы при Бадре. Их было очень мало. И у них было очень, то есть они вышли очень слабыми. Почему, кто знает, почему вышли слабыми? Давайте, бисмиллям, мусульмане. Кто знает, почему, братья, битвы при Бадре, их было, во-первых, мало, хотя сподвижники были, многие остались. Кааб ибн Малик, например, не вышел и так далее. Почему не вышли они? Почему, то есть вышел только пророк Алей-саласам и у них было мало, то есть они не были готовы к битве? Кто знает? Потому что не планировалась битва, в принципе. Они вышли встретить караван. И тогда пришел уже, хорошо, Абуджа-Али, все они пришли, и вместо Сиба-Дара она вообще на выходе из Медины. Это не в Медине находится, это за пределами Медины. Это даже сегодня поселение за пределами Медины, хорошо. И там была эта битва, они не были готовы. И поэтому пророк Алей-саласам, когда уже все, то есть битва, мы не можем... То есть сначала что сказал? Сначала пророк Алей-саласам обратился к ансарам и сказал, то есть, ну вот вы видите наше положение, что мы слабые, нас 300 с чем-то человек только, их более тысячи, хорошо, то есть что делать? И ансары посмотрели на него и сказали, неужели ты думаешь, что мы тебе скажем то, что сказали, говорит, сподвижники Муса ему? Идзхабанта вараббу кафакатиля иннахавна кайдун? Ты думаешь, что мы скажем то, что иди со своим Господом и сражайтесь с ними, а мы вот здесь посидим подождем? Говорит, иди, говорит, пророк. Ты, говорит, если до местности, говорит, местность, которая между... Хорошо, то есть еще километров, наверное, 800 ниже Джидды и так далее, то есть еще дальше Мекки и так далее. Ты, говорит, дотуда с нами идти будешь? Мы дотуда пока не умрем или же не одержим, то есть победу мы будем идти, то есть вообще даже не задумайся. И пророк Али-Исал-Арацам взывал, к Аллаху взывал, что говорил, что? То, что даже с него, то есть его накидка спадала, и Абубакарьё на него обратно накидывал. И он взывал, взывал, говорит, я раб, о Господь, если ты погубишь этих, никто тебе никогда не будет поклоняться после них. Все, то есть всех, вот вся, весь наш капитал, как говорится, на сегодняшний день практически. Больше никто не останется, все, то есть проиграет Исалам, и тогда уже Абубакар обнял пророка Али-Исал-Арацам и сказал, тебе ответит Аллах, то есть все, то есть хватит, то есть ты уже столько взывал, что жалко человеку стало хорошо. И опять же известно, что было в битве при Бадре, сабханаллах. Говорит, и тогда, то есть они взывали, то есть в этом трудном положении взывали к Господу своему. И Аллах, субханаллах, ответил им, сказав, что я помогу вам, отправлю вам тысячу ангелов, которые будут, хорошо, то есть на этих, как называется, и говорит, и Аллах, субханаллах, ответил на их дуа и дал им ангелов поддержку, которые сражались вместе с ним. Которые рубили шеи неверующих. Хорошо, то есть и так же, то есть рубили их части тела. То есть даже некоторые сподвижники рассказывают, что я слышал, то есть этот самый гонщик, то есть как погоняли лошадей, но я не видел рядом с собой никого, я слышал имена, которых среди нас не было. То есть один взывал, даже один назвал имя, там, о, такое-то. То есть взывали к какому-то из ангелов, хорошо, то есть один взвал другого, или же он обращался к своему коню, то есть иди вперед и так далее. Хорошо, говорит, и я, говорит, когда своим коротким мечом что-то делал, я видел, что я еще не доходил до этого человека, как его голова уже падала. Почему? Что ангелы были вместе с ними, хорошо, то есть поддержал их Всевышний Аллах, субханаллах. И тогда Аллах, субханаллах, сказал, Аллах, субханаллах, сказал, что ангелам бейте их по шеям, то есть бейте их все, то есть рубите их, хорошо, рубите. И такие аяты, братья, такие аяты, это когда, то есть не говорит человек, что вот Аллах, субханаллах, сказал, Берите мечи и выходите против там всех неверующих, которые вокруг нет. Имеется здесь про битву, братья. И поэтому эти аяты говорят, когда уже два, две армии встали друг напротив друга. Поэтому здесь нет, братья, жесткости ислама, потому что, братья, никто плюшевыми мишками не обменивается, когда война идет, так же? Сколько неверующие дрались между собой, воевали между собой, когда-нибудь вы видели, что они, две армии встретились и начали друг друга обнимать, целовать. Было такое? Нет, то есть начинают сражаться, так же? И поэтому то же самое, братья, то есть у нас нет такого. Но эти аяты там, где они, для чего они были неспосланы. Тогда Аллах, субханаля, оказал свою поддержку верующим единобожникам. Аллах, субханаля, сказал, Говорит, и Аллах, субханаля, оказал вам поддержку в битве при Бадр, в то время, как вы были унижены, малого, слабого, ничего не смогли бы вы против них сделать. Так бойтесь же Аллаха, для того, чтобы вы воздавали Ему должным образом благодарность. Аллах, субханаля, вам это облегчил. Аллах, субханаля, он подаровал вам поддержку. И тогда посланник, субханаля, из тех дуа, которые он делал в битве при Бадр, Аллаху ма атинима ва аттани биги. О, Аллах, дай мне то, что пообещал ты мне. Аллаху ма ин таглик хаази иль айсабата мина аль ислам ла туабад филлярд. Вот то, что я вам рассказываю, имам Муслим передает этот хадис, что, о, Аллах, если ты вот эту толпу людей убьешь, то тогда никто тебе не будет поклоняться на этой земле. То есть не останется никто, кто мог бы тебе поклоняться. И мы видим, что сегодня сколько битв между мусульманами и неверующими. Мы видим, что чаще всего, очень часто, мусульмане, они проигрывают. Почему? Почему? Какая причина этому? Неужели Аллах не сдержал свое обещание, которое он дал верующим? И вот поэтому шейх и говорит, нет, говорит, Аллах, если пообещал, Аллах непременно выполнит свое обещание. Но где те верующие, которым было обещано это? Ты видишь, что люди сражаются, как некоторые наши шейхи, шейх Усал Аббас нам рассказывал, что в Индии, когда братья начали рубить и так далее, когда англичане зашли, творили ужас, что там, начали пожары и так далее делать, что люди залезли на гору и говорят, не поможет нам никто, кроме Вали, такого-то, если мы будем к нему взывать. Ахи, субханаллах. И тебе, враг Аллах, должен Аллах, субханаллах, оказать поддержку. Ты себя тысячу лет называй мусульман, ты кафир, субханаллах. Взываешь в таком тяжелом положении, взываешь к какому-то погребенному человеку, который себя спасти от смерти не смог, который лежит, уже тело его давно черви съели, субханаллах. И ты, а он себе помочь не смог, поможет тебе сейчас. И говоришь, никто нам, кроме него, не сможет сейчас помочь. И после этого эта умма желает, что? Желает помощи, поддержки, победы. Какая победа, субханаллах? Победа, братья, будет дана к чему? Только единобожию. Поэтому Аллах, субханаллах, сказал, аль акибату лиль муттакин. Итог за богобоязнами. Богобоязнные это кто такие? Это люди, которые воплотили единобожие, которые поклонялись только одному Аллаху, субханаллаху, не предавая никого ему в сотоварищи. Нас алюль муджахидин. И мы спросим у тех, кто вышел сегодня на джигад, как они говорят. Начали они с изучения, или же подготовились они верой и своим единобожием, с чего начал пророк Аллах в Мекке. Вот эти люди, которые вышли, как они говорят, джигад и так далее. Начали ли они с этого? Изучали ли они эти вещи? Были ли они теми, кто могут, то есть понимают, разбираются, поклоняются только одному Аллаху, субханаллаху, это первое. Второе. То есть взяли ли они те причины, которые Аллах, субханаллах, повелел им? Сказав. Подготовьте против них то, что вы можете измощить. В то время как посланник, алейхиссалату ассалям, разъяснил, что это значит, что это значит, то есть навыки ведения, то есть войны. Третье. Взывали ли они к одному только Аллаху, субханаллаху, только к Нему, чтобы Аллах, субханаллах, помог им? Ам ашраку ма'гу, гайрагу фараху, ясалю на насра мин гайрихи, мин ма не атакиду нафииму лволяя. Или же они начали предавать ему всотоварищей, хорошо, то есть начали просить их, чтобы они оказали им поддержку, помимо Аллаха, субханаллаху, о которых они говорят, что они приближенные и так далее и тому подобное. В то время как они являются рабами, Аллах, субханаллах, те, кому вызываете, помимо Аллах, субханаллах, айбаадун амзалюкум, как Аллах, субханаллах, сказал, такие же рабы, как и вы. Никуда они, как говорится, никуда они, то есть выше тебя не поднялись. Они такие же рабы, как и ты. Они себе не могут ни помочь, ни навредить. Как они тебе помогут? И поэтому, почему они не следуют посланнику, айбаадун амзалюкум, в том, что он взывал только к одному своему Господу? Разве, как Аллах, субханаллах, сказал в Коране, разве рабу недостаточно его Господа? Разве Аллах, субханаллах, недостаточно тебе? Какой ответ, братья, любого верующего? Естественно, достаточно. Кто тебе нужен, если с тобой Всевышний Аллах, субханаллах? Я всегда привожу пример шейха нашего, шейху Алид Саифа Наср, когда он был в Афганистане. Когда СССР, Америка, все туда, то есть когда еще и с одной стороны неверующие, с другой стороны еще бомбят мусульман, заявляя о своем джихаде бен Ладен, айман далахири и подобные им, хавариджи и так далее и тому подобное. И когда он рассказывал о том, что мы лично видели, что Айман далахири и так далее, брали деньги из их посольств неверующих, то есть им присылали поддержку оттуда, субханаллах. И рассказывал, у Аллах, братья, он рассказывал, что у меня уже в сердце немножко страх появился, то что субханаллах такая-то, то есть он называет страны, эта страна против, эти страна. И все, 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 братья, все эти страны, хавариджи и так далее, едины против тебя, о саляфи. Они все, все едины в чем, хоть они и разногласят между, тахсабуум джамияну кулубум шатте Аллах, субханаллах, сказал, тебе кажется, что они вместе, но их сердца разделены, хорошо, то есть они не друг за друга. Но вместе с этим все они едины в том, что они против тебя. И ты, субханаллах, думаешь, что как так, то есть я сейчас выйду на призыв, выйду на пути Аллах, субханаллах, и все они против меня, что я могу против них? Я один против меня, спецслужбы, государства и так далее, все они против тебя, все они за твоей спиной ходят, ходят, ходят. И сидел рядом брат, который сказал, субханаллах, и говорит, алхамдуля анна ляналлах, хорошо, что у нас есть Аллах, ля-иляха, как будто бы он с меня камень тяжелый снял, субханаллах. Я когда уже начал задуматься, думал, что делать, я хочу с тобой, Аллах, субханаллах, они все, что бы ни делали, Аллах, спонтак, вот так возьмет тебя просто, от них закроет, и ничего они смогут делать. Пришла, когда жена Абу-Ляхаба, хорошо, чтобы убить или же что-то сделать с пророком, после того, как хорошо Аллах, субханаллах, не спасла суру Аль-Масад, и так, то есть, которая говорится о том, что она, ее муж будет в огне и так далее, сидел он с Абу-Бакрам, и она пришла, и Абу-Бакру, где этот твой такой-то и так далее, в то время, как он сидит рядом. Не увидел, просто, то есть, Аллах, субханаллах, это не трудно, братья, просто взять, сделать так, чтобы человек не был слепым, но не видел именно тебя. Так или не так? Сколько бывает на каких-то контролях и так далее, когда там всех начинают как-то мурыжить и так далее, в то время, как ты спокойно проходишь, и вообще без проблем. Так или не так? В Аллаху-Масад. Четвертое и последнее, говорит, И последнее, мы спросим, являются ли они едиными? То есть, едины ли они, и можем ли мы сказать, что их знамя в этом во всем вопросе, что, то есть, слова Всевышнего Аллаха, субханаллах, и не спорьте между собой, или же ослабните, хорошо, то есть, вся ваша сила уйдет. Как только мусульмане начинают между собой ссориться, все, никакой силы, ничего у них не будет. Всегда. То есть, это любая команда, посмотрите, например, молодежь, когда в футбол играет и так далее. Согласитесь, та команда, которая всегда, постоянно играет вместе, они друг друга дружат, всегда любят друг друга и так далее, у них все, аль-хамдуля, на автомате все движется. Но есть другая команда, которая все профессиональные, на подбор там и так далее, игроки и так далее, но вместе с этим они там друг друга не любят, да ты такой, да ты сяко, почему мне не дал, почему это не сделал, почему здесь не отдал, а ударил и так далее, и тому подобное, у них ничего не получается. Они проигрывали, 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 хотя все, как говорится, на подбор профессионал. И это братья в вопросах несерьезные, вопрос там футбол и так далее, какие-то спорты и так далее. Хорошо, то есть, или же какая-то команда, бизнес и так далее, когда они друг другом, хорошо, то есть, ни на одной волне, как говорится, у них всегда все с трудом, то есть, метр едут, два бежат, бежат так же. Что касается верующих, особенно на сражение, это братья, тем более, если они будут как-то ссориться между собой, какая поддержка, какая помощь будет им оказана. Если вы выполните тот иман, который Аллах требует от вас, Аллах даст вам ту поддержку, которую Он пообещал вам. Аллах сказал, «Ва кана хаккан алейна насруль муминин», то есть Аллах сделал обязательным для себя оказывать поддержку верующим.